Рождество на Розе Хутор В концертном зале прямо в горах собирает самых ярких звезд отечественной эстрады. Ну и партнером фестиваля снова выступит компания «Возьми звезду», которая дает возможность не просто наслаждаться прекрасным шоу, но и стать к звездам ближе. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Но сегодня гость нашей программы, руководитель компании «Возьми звезду» Максим Кравченко. Максим, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что к нам пришли. Пожалуйста! Ну и давайте наш разговор начнем с истории вашей компании. Очень интересно, как родилась идея и какие цели вы ставили перед собой на самом начале пути? Идея создания компании родилась на ровном месте, то есть с кусочка листочки создали идею и решили снять клип. То есть решили прикоснуться к шоу-бизнесу нашему российскому. Именно так. Здесь больше ничего нет. Это и все. Из какого клипа началось все? Это клип Доминика Джокера, она песня такая одна. Ну и все, разворачивались события очень бурно, потому что дошло до того, что вы стали соорганизаторами «Новой волны». Шоу международного уровня, да. И вы стали единственной местной организацией, которые вошли в состав оргкомитета. Это очень приятно, да. Да, это очень-очень приятно. Расскажите, как вы работали, какие проекты в рамках «Новой волны» вы реализовывали, потому что, мне кажется, ваш вклад неоценим. И прошло все замечательно. Аншлаги на концертах, много мероприятий около музыкальных. Такие слова, действительно, приятно за высокую оценку, спасибо вам. На самом деле, да, действительно, мы проделывали большую работу. Компания «Арс» – это главный организатор, холдинг Игоря Крутого, генеральный директор Александр Румянцев, исполнитель Наталья Веленская. Это большая, серьезная команда профессионалов, которые дали нам возможность поучаствовать в этом мероприятии. И мы настолько сработали с ними качественно и оперативно, что вошли глобально в этот международный конкурс. И теперь с удовольствием принимаем участие. Организовываем пресс-конференции, открытие-закрытие уже традиционно за нашей компанией. То есть официальные пресс-конференции, открытие-закрытие «Новой волны» мы организовываем. Жеребьевки «Новой волны» аналогично делаем мы, даже вплоть до того, что создаем идею. Да, в этом году была очень интересная жеребьевка, расскажите. В этом году была жеребьевка очень интересная. Мы придумали ее еще в том году, но не успели реализовать, так как было на организацию всего мероприятия мало времени. В этом году мы реализовали. Это были построены 16 «Мерседесов», в благодарность партнеру «Мерседес». 16 «Мерседесов», в каждом из багажников были заключены шарики с номерами. И ключи от автомобиля были выложены на столе. Каждый подходил, каждый из конкурсантов подходил, выбирал определенный ключ, который ему больше нравился интуитивно. И нажимая на кнопочку, открывался багажник, и номер вылетал, порядковый номер, под которым выступает участник на конкурсе. Действительно, очень интересно, что это новенькое такое в «Новой волне». «Новая волна», она всегда отличалась интересными жеребьевками, их придумал Александр Умянцев. То есть это была практика такая, это не мы придумали именно эту тенденцию, а вот именно реализацию вот такую, да, сделали мы. Ну и еще, в том числе, благодаря вам, в Сочи, в самом центре на улице Новогинская появилась, как мне кажется, теперь уже новая достопримечательность. Это аллея звезд «Новой волны». Какое участие в этом проекте вы принимали? Эта аллея звезд, она закладывалась каждый год одной звездой в Юрмале, волна проходила там. И сейчас волна в Сочи, идея перевести с Юрмал и сюда заложить здесь. Идея исходила от «Арс», реализация была наша. Мы привлекли нашего партнера Азура Зурабевича Пруидзе, это строительная компания «Новоград», которая с удовольствием помог реализовать эту идею. И, как мы видим, это уже достопримечательность, стала одной из возлюбленных в Сочи. Ну, как-то так. Действительно, никто не проходит мимо, все смотрят, читают и фотографируются. Да, мы заметим. Замечательно. Ну, еще один ваш большой проект – это «Битва талантов». Опять же, в сотрудничестве с Игорем Крутым вы продолжаете эту совместную работу. Что такое «Битва талантов»? Участвуют же дети из разных стран. Получается, уже такой тоже международный проект, только уже детский. «Битва талантов» – главный организатор Академии популярной музыки Игоря Крутого. Он входит в большой проект «Путь к успеху». То есть, есть «Путь к успеху», «Битва талантов» – это один из подпроектов в этом большом. И было решено, принято решение, после того, как успешно прошла «Новая волна» 2015, в прошлом году, «Холдинг Арс» принял решение, что «Битва талантов» – именно вот эту основную часть, где подсъем телевизионный, где, само собой, это был прямой эфир, на Муз-ТВ ротировался, там и так далее, большой проект. И было решено перенести этот проект в Сочи. Нам позвонили и предложили принять участие в организации. Мы были очень рады, что нам предоставилась такая возможность, потому что это дети. То есть, очень хотелось попробовать работать с детьми, потому что это, по моему мнению, самый сложный сегмент. Да. Ну и все получилось. Конечно, да, очень хорошо получилось. Помимо организации, само собой, мы еще социальные истории внедряем в каждый коммерческий проект социальной истории. Если это не наш проект, он коммерческий, мы не собираемся его переделывать, мы не собираемся разрушать какие-то устоявшиеся правила, мы добавляем какие-то интересные фишки для людей бесплатно. Вот. На битве талантов мы с администрацией города привлекли трех детей талантливых, наших сочинских. Двое вышли в финал. Соответственно, мы этому очень рады. Это здорово. Ну и вы, концепция вашей компании, это не только быть организаторами или соорганизаторами и делать шоу, но и делать так, чтобы звезды стали ближе к людям. Людям это очень нравится. Автограф-сессии, фото-сессии, даже целый проект. У вас есть шоу «Возьми звезду». Ну это одно из самых ярких и самых главных направлений нашей компании. То есть мы делаем селебрити ближе к людям. То есть название нашей компании, она прямо за себя и говорит «Возьми свою звезду». То есть это могут быть какие-то личные мотивационные импульсы человека. То есть решил и сделал, смотря на примеры и так далее. И само собой это напрямую связано шоу-бизнесом. То есть мы привлеченных звезд в наши проекты, которые мы реализовываем, делаем ближе к людям. То есть, например, в том году, в 2015 году пресс-конференция, автограф-сессия, фото-сессия в «Маримоле» с участниками «Новой волны», с конкурсантами, мы придумали эту идею и реализовали совместно с компанией «Арс», само собой. Они пошли нам на встречу, увидели в этом потенциал. И мы, конечно же, с удовольствием это сделали. Плюс мы пригласили Доминика Джокера, где презентовали тот клип, который мы уже сняли полгода назад. То есть закрутили большую историю. Доминик, он был конкурсантом «Новой волны». И то есть мы людям показали, вот конкурсанта, вот продукт, посмотрите. Ну, раз уж вы упомянули Доминика Джокера, мне кажется, он стал уже большим другом вашей компании. И клип сняли для него. Хороший музыкант, хороший человек. И с него началась история вашей компании, клип вы для него сняли. И даже сольный большой, первый сольный концерт Доминика Джокера вы провели. Да, действительно, Доминик Джокер, мы его уважаем, лично я его уважаю как музыканта, как человека. Личные мои симпатии, само собой, направлены к музыкантам. То есть не весь шоу-бизнес мне импонирует. И Доминик, он не просто случайно какой-то попавшийся, это целенаправленный выбор нашей компании. Мы заметили, что и артист вместе с нами двигается. То есть спустя год в нашем сотрудничестве он наконец-таки сделал этот шаг в направлении большого лайф-сольного концерта. Это для артиста большое событие, вам скажу. Да, мы приехали с удовольствием, провели совместно это мероприятие. Доминик был на высоте, были приглашенные гости, его друзья. Это Джиган, Любовь Испенская, Игорь Крутой приезжал. Все хорошо провели, все замечательно, все довольны. Ну и еще один человек, с которым вы работаете очень плотно, это Григорий Левс, всеми нами любимый. Который год вы уже являетесь соорганизаторами, партнерами замечательного такого праздника музыки, который называется «Рождество на Розе Хутор». Ну и снова с 4 по 8 января. Опять в горах соберутся самые яркие звезды отечественной эстрады. Сейчас они в горах соберутся. Да, расскажите о том, какую работу вы выполняете в этом тоже большом проекте и уже полюбившимся зрителям. Мы не привыкли говорить о том, что будет, мы привыкли говорить о том, что сделали. В январе, то есть не в том году, а в этом году, Рождество проходит в январе, в этом году он проходил второй раз. Этот фестиваль мы сделали, предложили концепцию, пресс-конференция, открытая пресс-конференция, любой желающий может ее посетить, пресс-конференцию, автограф-сессию, фотосессию с артистами. То есть это стало уже нашей фишкой. Мы добавляем это в проекты, и это уже традиционно. Плюс мы само собой совершенствуемся и реализуем что-то новое. Это уже традиция. В том году мы провели с участниками «Голос-4» пресс-конференции, автограф-сессии, фотосессии. На каждом мероприятии мы презентуем тематический торт от нашего партнера, дарим кока-колу, напитки, угощаем людей. Каждый, задавший вопрос, получает напиток. Приятно. И далее общая дегустация, фотки, общение и так далее. Ну и само собой презентация ювелирной коллекции Григория Лепса. У него новый бренд появился, Лепс Джевроли. Это украшения. Такие строгие, жесткие. И мы провели презентацию ювелирной коллекции в рамках фестиваля. Ну и само собой это организаторские, очень долго перечислять, организаторские нюансы там, 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 там. Я такие основные события отмечаю. И в этом году, само собой, вы увидите, что мы сделаем. Точнее в следующем году, в январе 2017. И придем к вам и расскажем о том, что мы сделали. Ну а есть какие-то планы, которыми вы сегодня уже готовы поделиться? Как дальше будет развиваться, в каких направлениях компания «Возьми звезду»? Я уже говорил об этом, средством массовой информации. Мы будем, мы создаем и намерены реализовать проект «Социальный город». То есть на один день, механику мы продумаем, на один день город станет бесплатным. Раз в году город Сочи будет бесплатным. Само собой у нас в планах на будущее, о том, что к нам присоединится вся страна и так далее, и тому подобное. Мы в это верим. Вот. Это планы на будущее. Большой, открытый проект, где будут принимать все желающие, активные граждане и так далее. Это очень интересно. Удачи вам. Да, спасибо большое. Спасибо, что к нам пришли сегодня. Ну и я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был руководитель компании «Возьми звезду» Максим Кравченко. Максим, спасибо и удачи вам. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА